Здесь раньше была вода. Люди будут получать артезианскую воду. Всем привет! Сегодняшнее видео будет продолжением цикла сюжетов о наполнении крымских водохранилищ. В данный момент я нахожусь на партизанском водохранилище. Здесь раньше была вода. Смотрите, воды совсем немножко и вода доходила при полном наполнении водохранилища до уреза деревьев, до деревьев. То есть вот здесь была своеобразная бухта, где стояла вода. В начале января 2021 года в Крым пришли обильные осадки. Сначала лили проливные дожди, сейчас выпал снежок. Да, снег не сильный, немножко припорошило, но, ребята, дождями, и когда снег первый выпал, немножко таял, реки ожили, водопады ожили. Водохранилища начали наполняться. Конечно, нет обильного наполнения водохранилищ такого массового. Но мы с вами сейчас пройдемся к водичке, где она еще есть, вы все увидите. Я вам все расскажу и покажу. Партизанское водохранилище было построено в 1966 году на реке Альма. Полный объем воды в нем составляет 34,5 миллиона кубометров. Ширина водохранилища 1,5 километра. Длина его 4,5 километра. Партизанское водохранилище одно из трех водохранилищ, которые снабжают водой город Симферополь. Хочу сразу упредить любителей злобных комментариев, которые пишут на тему водоснабжения Крыма свои каверзные и злобные комментарии. Водохранилища партизанское, симферопольское и айянское никакого не имеют отношения к Северокрымскому каналу. Они никогда не наполнялись из Северокрымского канала. Это водохранилище естественного наполнения. Сейчас вы видите плотину партизанского водохранилища. Как мы видим, плиты этой плотины уже открылись. Вода к ним не доходит. Теперь же вы увидите шлюз, через который вода сбрасывалась с партизанского водохранилища. Вода до этого шлюза уже давно не доходит. Срез деревьев, как раз к этому срезу подступала вода при полном заполнении водохранилища. 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 Субтитры создавал DimaTorzok В столице Крыма, Симферополе, уже с осени 2020 года введен график подачи воды для населения. Утром вода подается с 6 утра до 9, вечером вода подается с 18 на 0 до 21 часа. Да, не везде по районам график соблюдается, но возможны перебои. В Алуште воду в данный момент отключают только ночью, ограничивают. В Ялте же в новогодние праздники воду вообще не отключали, вода была. После окончания новогодних праздников в Ялте введен график подачи воды тоже. Вода подается утром с 6 утра до 10 утра и вечером с 18 на 0 до 22 на 0. Да, ситуация нерадостная, но, ребята, паники здесь нет. Руководство Крыма предпринимает очень сильные меры для того, чтобы люди полуострова, люди Крыма были с водой. Разведываются и бурятся новые скважины. Симферополь уже к апрелю 2021 года переведут полностью на подпитку с воды и скважин. Люди будут получать артезианскую воду. Восток Крыма, это Феодосия Керчь, они вообще не сидят без воды. Вода в эти водохранилища, в восточную часть Крыма подается. Из водозаборов это Владиславовка и дальше я не помню. Вода сбрасывается в Северокрымский канал и люди там без воды не сидят. В Севастополе воду не отключают. Проблем с водоснабжением Севастополя в принципе нет. Партизанское водохранилище это излюбленное место для рыбной ловли. Здесь водится очень много рыбы. Действительно, рыба еще есть. Здесь в этом водохранилище водится щука, карп, карась, галавль. Ну и еще какие-то сорта рыб. Проопреснительные установки, которые будут строиться в Крыму. Одна из них будет строиться в поселке Фрунзе, который находится рядом с курортным поселком Николаевка. Это возле Симферополя. Вторая установка будет строиться в Ялте. В Ялте уже нашли площадку, на которой будет построен опреснитель. Вода из опреснительной установки будет, конечно, дорогая. Она будет в 3-4 раза дороже, чем обычная вода. В данный момент в Симферополе закуп воды, вот лично я плачу, 34 с копейками рубля. Если же воду брать с опреснителя и давать ее населению, она будет стоить 150-200 рублей. Да, процесс опреснения, он энергозатратный и дорогой. Но на крайний случай вода из этих установок будет использоваться и подаваться населению. Что еще хочется сказать насчет того, что происходит забор из скважин? Да, я уже неоднократно говорил, что долго брать из недр воду нельзя. Вода в недрах должна тоже пополняться. А пополняется она за счет осадков дождей и таяния снегов. Также за счет таяния снегов и дождей пополняются и крымские водохранилища. То есть, если бесконтрольно брать долгий срок воду, то недра подземные истощатся. Да, вроде бы под Азовским морем нашли огромные запасы пресной воды. Но в данный момент там ведутся изыскательские работы, бурения, берутся пробы воды. Подходит ли эта вода для того, чтобы ее использовало население. Но если для населения она будет не подходить, эту воду будут хотя бы использовать для полива и в технических нуждах. Как я вам говорил, в крымских горах выпал снег. Был период, когда пошло потепление в Крыму и этот снег начал таять. Ожили горные реки, ожил водопад Учинсу. До этого водопад Учинсу был маловодный. Водички там было очень мало, тонкий ручеек тек. Но, когда пошло таяние снегов, водопад стал именно огромным водопадом. Люди туда ехали, чтобы посмотреть на него. Но близко подойти было невозможно, потому что брызги от водопада разлетались и люди были мокрые. Я даже видел в социальных сетях вереницу машин, которые ехали по дороге на Ай-Петре именно к этому водопаду. К сожалению, я сам туда поехать не смог, потому что я все-таки работаю на основной работе. И в будний день я туда поехать не смог. Сегодня же я выехал для того, чтобы снять ситуацию с наполнением водохранилищ. Как вы видите. Да, ребята. Что я еще хотел добавить. До того, как пошли дожди в Крыму, здесь водохранилище было воды в процентном соотношении где-то 12-15%. Сейчас же из-за того, что снег в горах стал таять и горные реки ожили. А река Альма, которая вот там вот впадает в водохранилище, она тоже ожила. И наполнение водохранилища этого партизанского уже где-то в районе 20-22%. Так что, как я говорю, паники никакой нет. Но график воды по самым таким нормальным предположениям, нормальной ситуации, сохранится как минимум до конца весны. Это в лучшем случае. В худшем же случае, график будет продлен до конца 2021 года. На этом я, друзья, хочу с вами проститься. До встречи в следующих выпусках.